Итак, главные новости в мировой политике сегодня связаны с Ираном. Поздно вечером в Вене было объявлено, что с Тегерана снимаются международные односторонние санкции. Запад вводил их из-за опасений, что в Исламской Республике якобы тайно создают ядерное оружие. Напряженная обстановка сохранилась не один десяток лет, и, как заявили в российском МИДе, сейчас сделан еще один важный шаг по нормализации ситуации вокруг Ирана. Антонина Кукушкина продолжит тему. МАГАТЭ признала, Иран держит слово, обязательство по превращению своего атома в мирный выполняет. А значит, дело за ЕС и США. И вот исторический момент, которому предшествовали два десятилетия всевозможных ограничений и 10 лет тяжелейших переговоров. Сегодня мы достигли момента начала реализации совместного всеобъемлющего плана действий. Почти ровно через полгода после заключения этого исторического соглашения Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Тегеран выполняет свои обязательства. И сегодня международные экономические и финансовые санкции, связанные с ядерной программой Ирана, снимаются. Это сильное и обнадеживающее достижение, свидетельствующее о том, что международное сообщество в нынешних обстоятельствах может работать над созданием условий для более безопасного мира. Ключевую роль в достижении договоренностей по Ирану на переговорах шестерки, и это признали в мире, сыграла именно Россия. Как отметили в нашем МИДе, сейчас делаем еще один важный шаг на пути к окончательной нормализации ситуации вокруг Исламской Республики. Рассчитываем, что все стороны договоренности продолжат ответственно и добросовестно подходить к вопросам, касающимся дальнейшего выполнения обязательств согласно совместному всеобъемлющему плану действий. Успешная реализация плана действий будет способствовать упрощению режима ядерного нераспространения, поможет решению комплексных задач укрепления международной и региональной безопасности, прежде всего на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Санкции, введенные в связи с ядерной программой, с Ираной и правда снимаются. Многие, но не все. США поспешили заявить. С их стороны речь только о второстепенных ограничениях. То есть вести дела с Ираном можно будет исключительно зарубежным филиалом, американских компаний и иностранным фирмам. Их за это преследовать больше не будут. А вот запрет на деловые контакты с Исламской Республики физических и юридических лиц США пока сохраняются. Как бы то ни было, Тегеран строит далеко идущие планы по возвращению в мир большой экономики. Это и 40-миллиардный пакет проектов с Россией, и восстановление своего туристического бизнеса. И, конечно, выход на нефтяной рынок, ожидания которого в последние дни сильно давили на цену черного золота. Ветеран готов экспортировать до полутора миллионов баррелей в день.